Патриотическая акция началась на плацу воинской части. Перед гостями выступил единственный в брянском гарнизоне военный оркестр. После краткого экскурса в историю части заместитель командира Антон Супрун предложил всем посмотреть боевой арсенал. Пистолеты, винтовки и автоматы. Выполнить армейский норматив, неполная разборка, сборка автомата Калашникова, который составляет 13-23 секунды, конечно, было сложно. Но все же представители городской власти решились попробовать и вспомнить навыки, полученные в армии. Некоторым это задание удалось выполнить на отлично, собрать и разобрать не только автомат Калашникова, но и пистолет Макарова. Служил и помню, руки помнились со временем и автомат, и пистолет Макарова. Все разбирать. Я думаю, что я разберу все здесь, что находится, потому что хорошо учили. Здесь же депутатам показали различные образцы экипировки сотрудников. Бронежилет, разгрузочный жилет, шлем. Вместе с оружием полная амуниция весит несколько десятков килограммов. Еще более высокий уровень защиты у сапера. Сотрудники воинской части показали все, что необходимо для безопасного обезвреживания мины. С помощью миноискателя сапер осторожно исследует поверхность земли и при возникновении сигнала приступает к разминированию. Что в реальности, конечно, небезопасно и требует высокого профессионализма и особого оснащения. Отражение нападения на военный городок и пресечение массового беспорядка впечатлило всех не только профессиональным выполнением задачи, поставленной командирами, но и применением различных тактических приемов. Одна из задач, которая действительно осталась перед собой, показать нашим гостям, на что мы способны, чтобы они, можно сказать, спали спокойно. И знали, что есть подразделения, есть воинские части у нас, которые могут выполнить задачи, поставленные любые. В завершении патриотической акции глава города Александр Хлиманков поздравил командира части и весь личный состав с наступающим праздником Днем Защитника Отечества. А также вручил грамоту и памятные подарки от всего депутатского корпуса. Екатерина Зойдина, Александр Егоров. События. Брянск.